приветствую вас дорогие зрители сегодня мы поговорим о том как и когда погибли мамонты я вроде бы догадался о причине гибели мамонтов или правильнее сказать у меня есть рабочая гипотеза механизма их смерти сама гипотеза очень оригинально и поэтому настоятельно советую досмотреть фильм до конца так как перед тем как озвучить свою идею я дам немного вводного материала который также познавателен и очень важен желаю всем приятного просмотра сразу же скажу что те кто решил перекусить во время просмотра этого фильма то конечно же приятного аппетита но все же лучше отложите свою трапезу так как этот фильм не самый аппетитный хотел бы сразу же отметить что говоря о гибели мамонтов мы забываем о том что с останками мамонтов находят множество костей других животных например саблезубого тигра шерстистого носорога и многих других крупных животных перечислять которых я могу долго и нудно упомяну только самых экзотических из них таких как верблюд гигантский бобер гигантский бизон гигантский буйвол гигантский волк и так далее я специально выбрал животных в названии которых есть слово гигантский так как эти животные после относительно недавней катастрофы к сожалению вымерли то есть так и не смогли восстановить свою популяцию а возможно что уже никому и не было восстанавливать так как все представители данных видов банально погибли во время катастрофы я недавно узнал что с костями мамонтов и других животных находят также очень много птиц то есть проблемы были не только на суше но и в воздухе если птицы падали замертво я использую слово катастрофа так как только глобальное катастрофическое событие может привести к такому массовому вымиранию животных в евразии и в северной америки при этом почти одновременно вымерли крупные представители животного мира и в южном полушарии например в австралии вымерли гигантские рыжие кенгуру депротодонты зигоматорусы полархесты сумчатые львы и много других крупных животных отмечу только что некоторые из вымерших представителей мегафауны австралии весили более двух тонн то есть по размеру и массе тела были соизмеримы с современным небольшим слоном сразу же скажу что под мегафауны и подразумеваются большей частью очень крупные животные в общем как ни крути но получается что это катастрофическое событие носила явно глобальный характер и при этом вымершие крупные млекопитающие уже никак не могут жить в тех местах где находят их останки например у мамонта нет никаких шансов выжить в современной холодной тундре северо-восточной сибири audi протодонта нет возможности жить и полноценно питаться в современной сухой и знойной австралии таким образом получается что до катастрофы климат в сибири и в австралии сильно отличался от современного то есть во время катастрофы произошло резкое и самое главное глобальное изменение климата нашей планеты австралию я сегодня не буду рассматривать а вот вымершая мегафауна восточной сибири будет мной рассмотрена на примере мамонтов для скептиков вкратце расскажу официальную версию гибели мамонтов и других животных кости которых массово находят в сибири и на аляске кстати некоторые арктические острова вообще почти полностью состоят из костей погибших животных получается что на этих островах останки сотен тысяч а то и миллионов особей официальная наука в принципе не отрицает позднее четвертичное вымирание мы кстати сейчас живем в позднем четвертичном периоде то есть вымирание было совсем недавно даже по геохронологическим меркам долгое время основной причиной вымирания мамонтов и других крупных животных считалась охота на них людей да представьте себе что многомиллионные стада мамонтов типа истребили немногочисленные люди которых и сейчас почти нет на севере сибири и на аляске скажу только одно что мамонта не так легко и убить даже при помощи ружья а стрелами и копьями с ним наверное вообще не справится так как пробить его толстую кожу с жировым прослоем очень и очень сложно версия истребления мамонтов людьми доминировала в официальной науке почти весь 20 век но в начале 21 века ученые наконец-то поняли что эта версия совершенно несостоятельна и придумали новую версию а именно климатическую ученые решили что потепление климата после последнего ледникового периода и стала причиной вымирания мамонтов дорогие зрители вы не ослышались именно потепление климата виновна в том что мамонты исчезли с лица нашей планеты согласно новым трендом в официальной науки ученые считают что вымирание было вызвано относительно резкой сменой тундровой флоры с тундровых степей на тундровые болота и хвойные леса типа мерзлота исчезала а с ней и тундровые степи где росло много травы которую и ели мамонты относительно хорошо сохранившиеся находки тел мамонтов ученые считают одним из доказательств этой гипотезы с потеплением так как считают что сохранившиеся туши мамонтов это так сказать провалившиеся в болото мамонты вот так бедные мамонты и другие животные после таяния вечной мерзлоты начали массово проваливаться в грязь болот но вот при этом болота не являются большой проблемой для современных крупных обитателей тундры по типу тех же северного оленя и овцебыка касательно постепенных изменений климата то например в южной америке вымерло 63 вида крупных животных что составляет 82 процента от крупных видов этого континента до массового вымирания вы только вдумайтесь в южной америке вымерло 82 процента видов мегафауны но при этом климат южной америке сейчас довольно таки благоприятный то есть получается что постепенно меняющийся климат не играл большой роли в вымирании животных как минимум в южной америке а так как мы уже решили что событие имела глобальный характер то и в остальных местах планеты постепенное изменение климата вряд ли были основной причиной массового вымирания представителей мегафауны как одно из доказательств того что много крупных животных могло проваливаться в растаявшую мерзлоту в сибири и на аляске приводит тот факт что большую часть туш мамонтов находят вдоль рек и на берегах морей при этом умалчивается то что это просто результат того что массовые кладбища животных банально размываются в тех местах где текут реки или есть прибойные волны любые земляные работы в зоне вечной мерзлоты всегда заканчиваются находками костей животных что нам говорит о том что практически вся вечная мерзлота это огромное кладбище замороженных тел мамонтов и других животных мой двоюродный брат работал в начале девяностых в артели на золотых приисках в восточной сибири и он мне лично рассказывал о том что при поисках рассыпного золота они почти всегда находили кости мамонтов под грунтом об этих находках старались не сообщать так как это могло привести к остановке работы прииска на неопределенное время пока ученые занимались бы найденными останками что само собой нежелательно для артельщиков которые там могут работать только летом а она там очень и очень короткая еще можно вспомнить черных копателей или охотников за бивнями мамонтов эти копатели уже не один десяток тысяч бивней вывезли в тот же китай это я к тому что останки животных почти везде в вечной мерзлоте просто не обо всех находках нам известно дальше еще интереснее под слоем вечной мерзлоты или же прочее сказать замороженной грязи на относительно большой глубине есть засыпанные норы разных грызунов засыпанные грязью норы грызунов находят на глубинах от 30 до 60 метров а скорее всего эти норы есть и под слоями замерзшей грязи еще большей толщины само собой что грызуны не копали таких глубоких нор и я не думаю что они вообще могут копать так глубоко просто-напросто до катастрофы их норы были вблизи той до катастрофической земной поверхности которую засыпала замороженной грязью с останками погибших наземных животных уже во время катастрофического события некоторых грызунов это событие могло застать и в норках которые стали могилками для этих мелких животных хотел бы напомнить вам что слой вечной мерзлоты или как я уже сказал замороженной грязи в восточной сибири называют едомой такого рода названия для человека знающего русский язык говорит о том что этот слой можно употреблять в пищу так как он едом и или проще говоря съедобный я думаю что и дому так назвали из-за большого наличия замороженных тушь животных мясо которых можно было употреблять в пищу а в принципе и сам грунт очень богат органикой что при определенных условиях его можно было есть даже без визуально видимых кусков тушь животных принципе даже чистую глину можно употреблять в пищу для восполнения запаса минералов а здесь подобие глины да еще и с органикой так что всем приятного аппетита итак мы имеем огромные территории на севере сибири и на аляске где есть множество останков крупных животных включая мамонтов многие животные были очень крупного размера о чем говорит слово гигантский в их названиях останки животных перемешаны с грязью и льдом включая множество птиц что в принципе исключает версию проваливания в болотную грязь так как птица в любой момент может взлететь а болотных крокодилов затаскивающих птиц под воду там точно не было реки и морские волны вымывают тела и кости животных из вечной мерзлоты что создает обманчивое впечатление что погибали животные у рек или возле моря ну а наличие погребенных грязью нор разного рода мелких грызунов говорит нам о том что грязь просто накрыла всю территорию современного распространения и дом и а это в свою очередь указывает на то что вымирание крупных животных носила катастрофический характер и при этом часть костей была банально смыта в море где миллионы туш погибших животных образовали даже относительно крупные острова еще в 18 веке мясо мамонтов было относительно съедобным о чем говорили люди пробовавшие в те времена замороженную мамонтятину даже в наше время дикие животные очень быстро обгладывают показавшиеся извечной мерзлоты тела мамонтов и других животных но вот только я очень сильно сомневаюсь что после нескольких тысяч лет нахождения в условиях заморозки мяса осталось бы настолько съедобным проблема в том что при заморозке ткани клетки разрываются и жидкость оттуда вытекает поэтому со временем происходит постепенное обезвоживание мяса и самое главное происходит выщелачивание жиров грубо говоря при заморозке происходит дегидратация белков и выщелачивание жиров простыми словами происходит обезвоживание и обезжиривание мяса а при определенных условиях может образовываться трупный воск который называют жировозком само собой что при этом мясо становится невкусным но вот получается что еще в 18 веке мясо мамонта по свидетельствам пробовавших его было приятным на вкус а вот уже в двадцатом веке пробовавшие мамонтятину говорили о том что мясо очень невкусное и по консистенции похоже на тряпку а при жарке вообще становится непонятной жижей к тому же еще в начале двадцатого века биологи фиксировали наличие прослоек жира в замороженном мясе найденных мамонтов а сейчас жира нет то есть произошло практически полное выщелачивание жиров на протяжении последней сотни лет отмечу что этот вопрос был относительно хорошо проработан альтернативным исследователем андреем степаненко выщелачивание жира это относительно быстрый процесс что говорит нам о том что животные погибли явно не тысячи лет назад а намного ближе к нашим дням было бы неплохо провести судебно-медицинскую экспертизу тел найденных животных но похоже что вопрос времени гибели животных официальной наукой для себя уже решен и нам остается только косвенными методами пытаться реально датировать это катастрофическое событие если за основу взять выщелачивание жиров то можно говорить о захоронении животных несколько сотен лет назад но никак не тысяч а тем более десятков тысяч лет назад в общем получается что само катастрофическое событие могло произойти не ранее нескольких сотен лет назад почему она сокрыта от нас это уже другой вопрос и в этом фильме я его касаться не буду напомню только то что останки крупных животных находят не только в вечной мерзлоте восточной сибири а практически повсеместно в мире где есть грунт в котором кости могли сохраниться просто восточной сибири и на аляске эта грязь с останками животных была заморожена и получился практически природный морозильник а на остальной части планеты они банально сгнили при плюсовых температурах превратившись в плодородную почву по типу тех же черноземов сразу же упреждая комментарии о радиоуглеродном датирование погибших животных скажу что при этом датировании не учитывают того факта что очень серьезные изменения происходили в атмосфере земли перед событием и уже во время катастрофы поэтому использовать распад радиоактивного углерода для датировки некорректно таким образом получается что мамонты погибли относительно недавно а вот как они погибли я вам попытаюсь рассказать сейчас начну с того что у некоторых найденных мамонтов нашли не разложившиеся останки пищи в желудке а у некоторых вообще нашли только что сорванную траву с цветами во рту о чем это нам говорит это говорит нам о том что животное погибло очень резко так как в противном случае не было бы пищи во рту но самое главное это не переваренная пища в желудке животного наличие этой пищи говорит нам о том что тело мертвого мамонта было заморожено очень и очень быстро так как при медленной заморозке все внутренности этого северного слона успели бы банально сгнить да даже на сильном морозе охотники стараются очень быстро разделывать убитых животных исследователь родлайн сделал относительно интересную выборку с форумов охотников где они обсуждают вопрос касательно разделки туш убитых животных а именно вопрос сохранения мяса неразделанных животных там очень много информации ссылка на саму статью родлайна приведена в описании к этому фильму а здесь я приведу только несколько цитат с при интереснейшей информации от профессиональных охотников например вот эта цитата у охотников в обиходе так говорят мясо сгорело то есть пропала протухло и так далее это случается когда подранок уходит и умирает от раны а его долго не могут найти ливер греет мясо тухнет у меня зимой так кабан с пулей ушел мороз под 30 был нашли его часов через 12 пропало мясо поэтому тушку потрошат сразу после забоя и сливают кровь чтобы мясо не пропало вот еще что касается четвероногой дичи то казалось бы с ее сохранением никаких проблем не должно быть поскольку она добывается в основном поздней осенью и зимой однако это не совсем так например такое крупное животное как лось или кабан портится даже в 20 градусный мороз если его оставить на ночь в лесу слой сало и толстая шкура не дают промерзнуть горячим внутренностям и они не остыв постепенно запариваются вплоть до протухания поэтому если вы добрали зверя уже в темноте и собираетесь отложить его транспортировку на базу или к дому до утра то обязательно вспарите ему брюхо еще цитата туша убитого кабана остывает даже на морозе крайне медленно благодаря жировой прослойки и толщине мышц и жкт для животного весом более 40 килограмм выдержка без разделки более 4 5 часов приводит к порчи и несъедобности мяса и ливера даже в 30 градусный мороз если кабана сразу не обработать то уже через 45 часов мясо закиснет почему происходит загар из-за жира который являясь плохим проводником тепла уменьшает скорость охлаждения и кроме того затрудняет диффузию газов образующихся в клетках тканей а медленное охлаждение парника в тушке приводит к распаду мышечных белков при загаре в мышцах появляется специфический неприятный запах изменяются цвет и консистенция мяса цвет мяса становится серо-коричневым или серо-красным запах кисловатый консистенция для было приятного аппетита порчи со стороны жкт они уже писал благодаря агрессивной среде и температуре все прилегающее уже через несколько часов начинает буквально гнить интенсивность развития микрофлоры во многом зависит от степени обескровливания чем хуже обескровлена туша тем больше в ней влаги а следовательно тем лучше среда для размножения микробов ну и последняя цитата чтобы не испортить мясо крупных зверей надо всегда в любых условиях как можно быстрее выпотрошить тушу обязательно найдется человек который будет доказывать что на морозе за несколько часов туша с внутренностями не испортится не верьте на всю жизнь не запомнились два случая много лет тому назад поехали мы в лютые морозы охотиться на кабанов в брянские леса мороз был такой что собаки отказались работать с большим трудом на третий день под вечер убили небольшого сикача чтобы не кровенить сани егерь убедил нас не потрошить кабана приехали домой к егерю а на столе уже дымится картошка шумит самовар прошло еще два часа на дворе 35 градусов мороза наконец выпотрошили разделили тушу привезли домой а есть мясо нельзя она пахла так как пахнут хорошо удобренные поля дальше цитаты приводить не буду так как и так уже ясно что туша крупного мертвого животного относительно быстро гниет изнутри со стороны кишечника и желудка но тогда давайте разберемся как у таких крупных туш как тела мамонтов могли сохраниться остатки пищи в желудке да и вообще как мог сохраниться и сам желудочно-кишечный тракт без признаков сильного гниения согласно информации от охотников то есть практически от очевидцев мы можем сделать вывод что каких-нибудь 12 часов вполне достаточно для того чтобы живот убитого животного вздулся а все внутренности начали перевариваться бактериями и собственными ферментами организма при этом шанс на хорошую сохранность пищи в желудке катастрофически падает в зависимости от времени с момента смерти животного даже на очень сильном морозе при помощи температурного моделирования я решил определить время необходимое для полного промерзания туши мамонта при разных значениях температуры окружающей среды сразу хочу сказать что наличие или отсутствие ветра в моей модели не имеет значения так как я устанавливал постоянную температуру внешней среды прямо на поверхности тела мамонта в своих расчетах я учел разницу в теплопроводности костей и мягких тканей животного теплопроводность мягких тканей я приравнял к теплопроводности воды так как ее в составе мяса и жира более 85 процентов наличие шерсти я не учитывал так как шерсть очень сложно вести в модель то есть остывание тушь могло идти даже дольше того что я получил итак сейчас вы видите на экране результаты моих расчетов изменения температуры мертвого тела мамонта со временем бегущее время показано верху слева первая модель была рассчитана при температуре внешней среды минус 80 градусов цельсия за начальную температуру тела я брал 37 8 градусов цельсия это средняя температура тела мамонтов и слонов согласно научным данным биологов белая линия показывает изотерму соответствующую нулю градусов цельсия то есть все что краснее этой белой линии является не замерзшим а желто-зелено-синие цвета показывают замерзшую часть тела животного хорошо видно что сначала промерзают конечности их обод животного а вот желудок остается в тепле даже после 60 часов с момента начала остывания туши в общем при минус 80 градусов у нас нет шансов на хорошую сохранность внутренности животного но вот проблема в том что и при минус 150 градусах внутренности животного все еще теплые даже после 60 часов как вы можете видеть у себя на экране можете ставить фильм на паузу чтобы более подробно рассмотреть распределение температур внутри тела мамонта ну что же из минус 150 градусами ничего не получается а вот при минус 200 градусах процесс заморозки идет более быстро но все равно после двух суток внутри мамонта все еще присутствует вполне обширная зона положительных температур опять неудача в своей последней модели я установил температуру внешней среды на уровне минус 250 градусов и вот что у меня получилось а получилось у меня то что внутренности мамонта все еще остаются теплыми даже по прошествии двух суток при такой экстремально низкой температуре сейчас вы можете видеть у себя на экране эти четыре модели одновременно с одинаковой цветовой гаммой шкалы температур чтобы вам было удобнее сравнивать масштабы падения температуры тела мамонта со временем причина такой медленной заморозки состоит в том что уже образовавшийся слой замороженного жира и мяса играет роль отличного теплового изолятора и внутренности мамонта находится почти как в термосе в этой замороженной внешней оболочки туши животного в общем у меня получилось что даже при очень низких температурах сохранить внутренности мамонта в целости и сохранности практически невозможно у меня уже и руки начали опускаться так как более низкие температуры практически нереальны в условиях нашей планеты я уже начал думать что у меня есть ошибка в расчетах но вот эта таблица из книги по судебно-медицинской экспертизе показывает на примере тела человека массой 89 килограммов что даже после пребывания при температуре минус 23 градуса на протяжении 44 часов стадия полного оледенения трупы не завершилась и в двух других случаях при температуре минус 25 градусов стадия оледенения также не завершилась само собой что мы должны учитывать тот факт что размер тела мамонта в разы больше человеческого тела и мамонт должен остывать намного дольше таким образом получается что мои расчеты верны они само собой не супер точны но тенденцию показывают правильно в общем мамонта очень сложно заморозить даже при температуре минус 250 градусов в принципе при минус 250 градусах что-то и могло сохраниться в желудке мамонта но вот только эта температура практически нереально в земных условиях или же правильнее сказать очень маловероятно я уже начал думать что все эти рассказы о сохранившейся пищи внутри желудков мамонтов являются выдумкой но я вдруг вспомнил что я читал у американского исследователя гибели мамонтов уолта брауна о том что согласно детальным исследованиям наиболее хорошо сохранившихся тел мамонтов было доказано что они погибли от удушья да именно от удушья а не от того что захлебнулись в грязи или в воде им банально не хватало кислорода и по этой причине наступила смерть например один из наиболее известных хорошо сохранившихся мамонтов а именно березовский мамонт погиб точно от удушья два шерстистых носорога вообще найдены с широко раскрытыми ртами и раздутыми ноздрями как будто они пытались дышать но что-то им мешало это делать они вообще получается были заморожены при попытке вдохнуть как можно больше воздуха то есть их заморозка была почти мгновенной и они были погребены уже как минимум частично замороженными эти факты смерти нескольких мамонтов и шерстистых носорогов от асфикции оказались для меня путеводной ниточкой которая и привела меня к довольно таки интересные правдоподобные гипотезе причины в гибели или правильнее сказать у души ну что же а теперь и сама гипотеза причин смерти мамонтов я думаю что всем ясно что в современной тундре мамонты не выживут то есть они скорее всего жили в условиях умеренного климата об этом говорит и флора в их желудках как вы знаете все туши мамонтов находят в вечной мерзлоте или правильнее сказать в замерзшей грязи то есть получается что грязь и мамонты замерзали или одновременно или с очень коротким промежутком времени так как долгое пребывание даже замороженного тела мамонта на земной поверхности привело бы к тому что он бы был обглодан хищниками или что более вероятно птицами так как хищники по идее должны были бы погибнуть вместе с мамонтами а птицы могли прилететь издалека в общем в определенный момент температура воздуха резко упала до очень и очень низких минусовых значений сейчас зрители подумали что я же уже показывал результаты своих расчетов с очень низкими температурами окружающей среды эти температуры недостаточно для быстрой заморозки без гниения внутренностей такого крупного животного как мамонт не волнуйтесь я само собой об этом не забыл а просто напомнил этот момент для того чтобы показать что в дополнение к падению температуры воздуха что-то должно было произойти внутри самого мамонта и желательно как можно ближе к его внутренним органам и так температура воздуха упала очень резко до очень низких значений а как вы помните я такого рода падения температуры объяснял резким падением атмосферного давления согласно моей гипотезе падение давления достигала нескольких атмосфер сколько именно мне сложно судить но минимум 4 атмосферы а максимум 10 атмосфер причину такого резкого падения давления я сегодня объяснять не буду но в прошлом атмосферное давление однозначно было намного выше современного скажу только что выпадение влаги из той до катастрофической атмосферы или уменьшение ее размера могло и вызвать такое резкое падение давления новым зрителям напомним что согласно закону шарле или как этот закон еще называют второму закону гейли сака в идеальном газе температура и давления напрямую зависит друг от друга при падении давления падает и температура а при повышении давления температура растет сейчас вы можете видеть как могла меняться температура при изменении атмосферного давления. Получается, что давление в несколько атмосфер до катастроф и резко упало до современной одной атмосферы. А возможно даже и ниже, так как после катастрофы давление нашей атмосферы могло хотя бы частично восстановиться. Если кому-то не нравится то, что в этом законе не учтено изменение объема газа, то существует уравнение Клайперона-Менделеева, где изменение объема при падении давления и температуры уже учтено. Это уравнение хорошо работает и в современной атмосфере, когда теплый воздух резко поднимаясь на большие высоты с меньшим атмосферным давлением, теряет все свое тепло и становится холодным. И наоборот при спускании холодного воздуха с гор. Он попадает в области более высокого давления, чем на вершине горы, и по этой причине нагревается. Такого рода феномен называется феном. Это все неопровержимые факты и поэтому замечания в стиле, что законы для идеального газа не работают в условиях земной атмосферы просьба оставить при себе. Так как эти законы работают и работают очень хорошо. Кстати, именно при высоком атмосферном давлении в прошлом и существовало множество гигантских животных, так как в более плотном воздухе им было намного легче передвигать свои огромные тела, и дышать им также было легче. А теперь стоп, ключевое слово дышать. Да, при понижении давления резко уменьшается усвоение кислорода легкими. Это хорошо знают люди, которые поднимались высоко в горы, где атмосферное давление уменьшается. Но в горах и количество кислорода также уменьшается, скажут некоторые зрители. Согласен, что это так, но уменьшение давления играет свою важную роль в кислородном голодании. Я сам лично поднимался на примерно 2-х километровую высоту, то даже на этой высоте падение давления уже играет свою роль. И тяжелые физические упражнения намного сложнее выполнять, чем на равнине. Так вот, при резком падении давления, животным стало сложно дышать, но все же трудности дыхания не были основной причиной их смерти. Причиной их смерти было замораживание легких. Каким образом температура могла упасть в легких этих животных? Ответ очень простой, температура в легких упала точно так же, как и в атмосфере из-за резкого падения давления. А попытки вдохнуть приводили, так сказать, к проветриванию. Еще более быстрой заморозки уже частично замороженных легких. Кстати, температура могла упасть не только в легких. Но и в газах желудка и кишечника по мере ослабевания мышц живота из-за нехватки кислорода и предсмертной агонии. Получается, что животное могло раздувать изнутри, а таким образом внутри мамонта, в первую очередь в легких и вдыхательных путях. Происходило резкое падение давления вдыхаемого и уже находящегося внутри воздуха. А это в свою очередь приводило к тому, что и температура внутри животного падала так же очень резко, как и в окружающей атмосфере. Фактически происходила заморозка туши животного изнутри, что и могло предохранить желудочно-кишечный тракт мамонтов от гниения. Получается, что мамонты замерзали изнутри. При понижении давления их легкие просто замораживались все глубже и глубже по мере того, как животное вдыхало и выдыхало холодный воздух. Но замерзшая поверхность легких уже не могла брать кислород из воздуха. И уже частично почти заживо замороженное животное просто умирало от удушья. А потом со временем происходила заморозка всего тела. Но уже не только сверху. Как в случае моих расчетов или в случае с кабанами или лосями, убитыми охотниками, но и изнутри. Кто-то спросит, а почему киты или же тюлени не замерзают, поднимаясь с глубин 800 метров и более. Причина в том, что они живые и могут контролировать давление внутри своего организма. И вообще при глубоком погружении киты сдувают легкие. Необходимый кислород они запасают в крови и в мышцах. То есть получается, что свободного воздуха внутри китов практически нет. А в отсутствии газа и давлению с температурой падать негде. Ну и к тому же я уже сказал, что живое животное может контролировать давление внутри своей туши по типу того. Как это происходит в том же батискафе, где давление внутри может быть в десятки. А то и в сотни раз ниже давления воды снаружи батискафа. А мамонты ведь замораживались умирающими от удушья и их мышечный корсет уже не работал. Вот так я нахожу все больше и больше логических подтверждений своей гипотезы об образовании вечной мерзлоты. За счет резкого падения атмосферного давления в том месте, где сейчас и находится этот тающий слой замерзшей грязи, с погибшими трупами разного рода представителей докатастрофического животного мира. Если кто-то спросит почему в других местах планеты не упала температура, то причина в том, что там давление могло падать медленнее, а не так резко, как над Аляской и северо-востоком Сибири. Даже в наше время наличие какого-нибудь огромного тропического циклона не вызывает автоматом штормовые ветра где-нибудь у полюсов нашей планеты. На этом у меня все для вас сегодня. Как всегда, хотелось бы напомнить, что если вам этот фильм понравился, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал, если хотите узнать еще что-то новое о раскрытых и нераскрытых тайнах нашего не только прошлого, но и настоящего также. У кого есть желание и возможность, то вы можете спонсировать канал, нажав кнопку под видео присоединиться к спонсорству на канале, или просто нажать кнопку спасибо под видео, чтобы материально отблагодарить автора за его труды. Вы также можете поддержать меня на патреоне, ссылка на который дана в описании к фильму. Канал не коммерческий, но ваша поддержка мне важна и будет способствовать более частому выходу новых и, надеюсь, интересных и познавательных для вас фильмов. До следующей встречи в эфире, до свидания.